Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Последний день очередной недели. Время быстро летит, мы следим за фундаментальными отчетами и, как и всегда, адаптируем их к тем торговым идеям, которые тянутся очень уже давно, поскольку заточены прежде всего на долгосрочные ожидания. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, оставлять ваши вопросы. Если что-то вас интересует и вы хотите узнать мою точку зрения, с большим удовольствием отвечу. Достаточно поместить вопрос в секцию с комментариями под текущим брифингом. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Друзья, это лучшая мотивация для любых спикеров. Впереди выходные. Очень рассчитываю и надеюсь на то, что у вас есть уже планы. Друзья, в понедельник я вас всех жду снова. Встрою у нас классические две встречи и на брифинге, и на вебинаре. Проведите время замечательно, хорошее настроение. Это первое очередное, чего вы должны добиться, чтобы нормально и правильно начать очередную торговую неделю. Но сперва давайте завершим эту. Сегодня у нас на повестке данные по ровничным продажам. Причем сразу мы следим за розницей. И в Англии первый релиз, прям совсем скоро. Возможно, вы уже даже посмотрите брифинг после того, как выйдет этот отчет. Но сегодня мы в преддверии поговорим. Также роничные продажи по канадской экономике. Следим мы за канадским долларом. Я держу длинную позицию по паре доллар-канадец. И стараюсь, собственно, вам с разных сторон объяснять, почему все-таки выбор пал именно на такой ориентир по этому дуэту инструментов. И, друзья, наверное, вишенкой на торте сегодняшнего дня будет выступление Паула, которое запланировано на 20.00 по московскому времени. Паула может раскачать финансовые рынки, особенно тогда, когда от него этого не ждешь. Поэтому закрытие недели и текущей торговой сессии может оказаться довольно интересным. И я рассчитываю на то, что сегодня, постфактум выступления Паула, индекс американской валюты, который прибавляет, и мы находимся в длинных позициях, сможет выжать побольше позитива для себя и упрощить свои позиции. Ну, давайте обо всем по порядку. Начнем мы с рынка нефти. 41.80 сейчас по бренду. Вчера завершился двухдневный очередной раунд, тур, видеоконференции. Сначала технического комитета ОПЕК, потом эта встреча, скажем, перетекла, тоже вполне ожидаемая, в встречу на более высоком уровне, уже в формате министров энергетики. Обсуждали ход исполнения текущих договоренностей, но мы, в принципе, так много уже об этом говорили и знали, что многие страны лукавят, не сокращают добычу настолько, насколько нужно. И лидеры стран ОПЕК+, всей вот этой организации, и, скажем, энергетического пакта, все-таки призвали те страны, которые были нечистоплотные, в соблюдении квот исправиться. Исправиться и компенсировать недостаток сокращения добычи в прошлом месяце еще большим снижением в этом месяце. Друзья, известно также, что соглашение уже продлено на июль, но эта информация была достоянием общественности еще несколько недель назад, поэтому думаю, что из этого фона уже все высосали, что только можно. Причем важный нюанс, я очень хочу, чтобы вы его не забывали, и технический комитет не дал рекомендацию о том, что нужно будет продлевать соглашение по сокращению добычи после июля. Поэтому следующая встреча пройдет технического комитета 15 июля. Думаю, что она будет довольно интересная. Ну, я думаю, что к 15 июля точно мы с вами еще раз попробуем оценить соотношение спроса и предложения. Ладно, с предложением разобрались. А вот что касается спроса, у меня тут по-прежнему есть определенные вопросы. Останется ли он на достаточном уровне, чтобы создать условия для восстановления котировок нефти? Почему я сомневаюсь? Потому что сейчас все чаще действительно появляется информация в средствах массовой информации, в СМИ. Эта информация подтверждается о том, что многие регионы уже столкнулись с повторной вспышкой коронавирусной инфекции. В США в 12 штатах подтвержден практически рекордный рост числа заболевших. То есть подтверждены положительные результаты, и это ухудшает статистику, и, разумеется, еще раз указывает на то, что нельзя говорить «ГОП, пока не перепрыгнули». Что касается Китая, Пекин, здесь не только зафиксированы случаи новых заболеваний, но и повторное введение норм социального дистанцирования, закрытия ряда предприятий, общественных мест, школ и запрет полетов. Я думаю, что это также нужно взять на вооружение и признать, что, возможно, проблема действительно есть. И, в конце концов, если, не дай бог, конечно же, все это перерастет в нечто большее или в подобие того, с чем мы столкнулись все в марте, то, соответственно, друзья, ну ни о каком спросе достойном, достаточном на фоне восстановления мировой экономики речи и быть не может. Запасы плюс 1,2 миллиона. Кстати говоря, это тоже статистика, которая могла бы увеличить давление на котировки нефти. Но рост запасов был компенсирован снижением запасов бензина и дистиллятов. Поэтому в этот раз какого-либо значимого влияния статистики мы не увидели. 41,80. Мы выросли, друзья, за последний день. Ну, я не вижу каких-то мощных триггеров либо причин для вот этой восстановительной динамики. И довольно странно, что ура скотировок нефти произошел на фоне распродаж прочих рисковых активов. Вы это наверняка видели и в секции фондовых рынков и в секции валютного рынка. Ну, возможно, под конец недели сегодня мы еще столкнемся с фактом технической коррекции. Я, друзья, считаю, что куда больше шансов сейчас у нефтянки все-таки снова пойти ниже 40 долларов за баррель, нежели чем продолжить восстановление. Индекс доллара 97.36. Все, что я сейчас сказал по поводу риска, повторной вспышки эпидемии коронавируса, это позитивный момент для доллара как для защитного инструмента. Но и даже если мы не будем говорить о защитных свойствах американской валюты, а, например, не зайдем до статистики, тоже есть позитив. Заявки на пособие по безработице, они остаются на высоком уровне, если оцениваете масштабы недельные, но все равно траектория нисходящая. Полтора миллиона новых заявок на пособие за минувшую неделю, в то время как две недели назад фактически мы видели цифру 1.6. Сегодня в оснаблении Паула, повторюсь, в 20.00 по московскому времени, он еще раз может отметить, что американская экономика встала на путь экономического оздоровления, и прошлые стимулы Федрезерва, задействованные для поддержки экономики, они будут оказывать положительное воздействие на нее. Ранее его комментарии в начале этой недели оказали поддержку доллара. Я думаю, что повторение риторики снова сегодня может закрепить вот этот положительный эффект. Золото 1726, друзья, повторюсь, пока мы не оказались ниже 1700, и на фоне рисков повторной вспышки пандемии давайте держать длинные позиции. Евро против доллара 1.12.11. Банков Америка пересмотрели прогноз с отметки 1.02 до 1.08. Это прогноз на третий квартал. Но все равно даже цель 1.08, она остается ниже текущих значений. Если вас интересует оценка и взгляд инвестбанка, пожалуйста, с текущих уровней можно шортить с потенциалом профита, получается, в 400 пунктов. Фунт 1.24.29 на решение Банка Англии. Британская валюта просела. Это было ожидаемо. Ставку оставили на прежнем уровне 0.1%. Увеличили программу количественного смягчения на 100 миллиардов. Соответственно, общий объем программы количественного смягчения сейчас составляет 745 миллиардов. Ранее в марте Банк Англии для борьбы с последствиями пандемии увеличил объем выкупа активов на 200 миллиардов, которые были добавлены к программе на 450 миллиардов. Эта программа действовала с посткризисного 2009 года. Почему не подняли планку выкупа активов больше? Я рассчитывал, что будет цифра 150 или даже 200. Я думаю, что Банк Англии все-таки сделает это, но решил растянуть во времени такие шаги и решительности монетарные. Поэтому, думаю, что в июле и в августе будут приняты точно такие же решения, увеличение программы также на 100 миллиардов. В общем, друзья, мы входим реально в период последовательного, возможно, монотонного, хотя с учетом риска я допускаю, что ослабление может быть все более стремительным, в период слабости британской валюты. И макроэкономический фон, меры экономического стимулирования, и политическая неопределенность, и вот, пожалуйста, еще и восстановление доллара. Для меня пара фунта против американца остается одной из самых интересных торговых идей, которые я буду транслировать и вам. Если хотите, присоединяйтесь, если нет, друзья, ну, это ваш выбор. Обязательно только делитесь своей точки зрения, если вас что-то не устраивает, и вы считаете, что развитие событий может быть иным. Но пока для меня короткая позиция в приоритете. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всем хороших выходных и до понедельника.